Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приемы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 3 августа, понедельник, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из первого послания апостола Павла к Коринфянам, глава 12, вернее, глава 11 стихи с 31 до конца главы и глава 12, первые 6 стихов. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочие устрою, когда приду. Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так, как бы вели вас. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Дары различны, но Дух один и тот же. И служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех». Итак, дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами продолжаем чтение первого послания апостола Павла к Коринфянам. И заканчиваем 11 главу, начинаем 12. И вот также 11-12 глава – это такой водораздел, который разделяет данный отрывок на две смысловые темы, на два смысловых участка. Это учение о духовных дарах, их отличие от языческих даров, и продолжение темы достойного и недостойного причащения в 11 главе. Итак, 11 глава. «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Речь говорится о том внутреннем осуждении, которое должен человек сам на себя накладывать за свой грех. И сам, осудив себя за совершенное прегрешение, за совершенное деяние, он тем самым избегает суд, он подразумевает и некое наказание, некое последствие нашего поступка, которое мы сами должны на себе нести. И искупить, так сказать, свой грех в контексте нашего примирения с Богом и нашего очищения через таинство Евхаристии. Соответственно, здесь идет речь о том, что если мы сами себя осудим, то и понесем достойное наказание, то есть пройдем вот эту покаянную практику за наш грех, то мы не будем осуждены вместе с этим миром на страшном суде, когда будет осуждение всего мира, когда будет суд над всем миром. Мы, которые сами себя осуждали, которые сами себя, скажем так, ограничили в этом мире, если хотите, которые сами себя вводили в покаяние, то есть исправляли свои деяния, мы не будем осуждены с этим миром. Далее. «Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите». Апостол Павел продолжает эту тему в контексте достойного и недостойного причастия, потому что в чем было недостоинство причащения? В том, что люди приходили и пренебрегали ближним. Богатые приходили со своей едой, ее съедали, напивались вином, упивались, приходили бедные, им ничего не доставалось. И в этом было пренебрежение. Приходя на вечерю, приходя на то, чтобы отдавать себя Богу, они пренебрегали ближними. И апостол говорит о том, что если вы так приходите, то лучше вам, если кто голоден, кто приходит туда поесть, то лучше едите дома. Пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее же устрою, когда приду, говорит апостол Павел. То есть приходите не для того, чтобы наесться, а для общения. Общение с людьми перед богослужением, вот на этой вечере любви. Она создавалась для того, чтобы сплотить людей как символ единства церковной общины. А какое может быть самое глубокое единство во всех богословских смыслах? Это пир. Это единство пира. Разделить трапезу с ближним. Они же приходят и ничего не разделяют, и более того, пренебрегают ближним. Вот это и есть осуждение, когда я пренебрегаю моим собратом. Я прихожу наедаюсь, я упиваюсь, а он приходит голодный, и мы вместе молимся. О каком единстве может быть речь? Если я... То есть это лицемерие получается, и это осуждается. Вот это и есть причастие в осуждение, пренебрежение моим ближним. Итак, далее 12 глава. 12 глава тоже важна в том смысле, что здесь не просто практика, здесь говорится о дарах духовных. И подчеркивается важный аспект, что дары различны. Мы должны это все усвоить и понять сегодня. И поняв это, мы сможем избегать очень многих грехов, таких как отчаяние и уныние. Потому что отчаяние и уныние вызваны зачастую какими-то внешними факторами и нашим недовольством своего положения, своего характера, своего состояния, своих способностей. Потому что мы не научились любить себя и видеть искру Божию в себе, видеть дар Божий в себе, раскрыть его. Каждый имеет этот дар. Но мы смотрим на других, мы смотрим на внешний мир, который предлагает нам свою, свою философию этой жизни, свое видение этого мира, как нам нужна жизнь, и навязывает свой образ жизни. Это особо видно в массовой культуре. Ну, не будем это подробно разбирать. Здесь много факторов, аспектов. Не все так детерминировано, как я говорю. Но в целом мы должны помнить о том, что у нас, у каждого есть свой дар. Источник этого дара один. Это Бог. Но дары различны. И дары христианские в первом веке, во времена апостольские, это были дары говорения на иных языках, соответственно, говорение на иных языках, оно не такое, как в язычестве. Потому что и вот это вот лопотание, вот это вот говорение в экстатическом состоянии было распространено и в языческом мире. Были различные дельфийские оракулы, различные проповедники, которые с помощью каких-то наркотических средств вводили в себя в экстаз, вводили в себя в некое такое состояние транса. И в этом трансе не весь что вытворяли, будучи вот в этом состоянии экстатическом, Существовали некие толкователи, которые толковали вот их различные дергания, бормотания в этом опьянении наркотическом. И апостол Павел об этом и говорит. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам так, как бы вели вас. То есть вы ходили к этим идолам, вы ходили к этим толкователям, неосознанно, не понимая того, что с вами происходит. «Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не приносит анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Здесь идет речь и о пророческих, вот этих христианских дарах, дарах первых веков, дарах Духа, это был дар говорения на иных языках. И вот в этом говорении никто не может сказать хулу и анафему на Святой Дух, в отличие от на Христа, сказать анафему, проклять Христа тем более. Никто не может этого сделать в этом состоянии, в состоянии вот этого дара говорения на иных языках, в отличие от языческого мира. Но далее апостол Павел расширяет вот это богословие дара, говоря о том, что дары различные, но Дух один и тот же, и служение различное Господе один и тот же, и действия различные, а Бог один и тот же, производящий все во всех. И вот для нас это более важно, потому что сегодня вот этот дар говорения на иных языках, он церкви не нужен. И он постепенно отошел из жизни церкви, ушел, что логично, потому что этот дар был как некий дар младенчества, как ребенок выражает какое-то свое негодование или свою любовь через какое-то неосмысленное лопотание, так и в первых веках был необходим этот дар. Но церковь в дальнейшем выработала более взрослые, высокие формы общения с Богом, и дар этот уже стал не нужен. Важно помнить, что у нас у всех разные дары, что у нас у всех разные действия, но все мы в церкви являем собой одно целое. И каждый на своем месте должен трудиться ради церкви. Неважно, в каком ты находишься чине, сане или положении, богатый или бедный, там, мужчина, женщина, ребенок или взрослый, священник ты или мирянин, неважно. Важно, что у всех у нас есть свой дар, и мы должны служить этим даром на пользу церкви, ближнего и Бога. Итак, дорогие братья и сестры, будем обращаться к Господу, читать Священное Писание, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его страницы обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приевы и решенье без. Субтитры создавал DimaTorzok